здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма укрепила мое здоровье и улучшила внешность подписывайтесь чтобы жителей нашего чудесного доброжелательного города стало как можно больше ставьте лайки и нажимайте на колокольчик сегодня дорогие друзья я в очередной раз наткнулась на статью которая называлась примерно так подсчет калорий в прошлом он не работает теперь другие методы снижения веса я как всегда не могла пройти мимо этих высказываний и захотела высказать мое личное мнение очень часто я слышу в последнее время такие слова ничего не ем и не худею и люди противники подсчета калорий выдвигают свои аргументы в пользу вот этого мнения что теория калорий устарела и не работает первое важно не сколько вы едите а что вы едите вот в предыдущем видео как раз затрагивала эту тему что важен состав еды белки жир и углеводы важен гликемический индекс а важен отказ полный отказ от каких-то очень вредных но по мнению худеющих продуктов и тогда можно прекрасно похудеть невзирая ни на какие там калории второе время приема еды важнее чем сама еда существует определенные пищевые окна определенное время приема еды вот если ты в это время поешь ты похудеешь независимо ни от каких там калорий третье самое важное это правильное соблюдение белков жиров углеводов и если ты соблюдаешь этот волшебный баланс то ты никогда не наберешь жир хотя вот в этом высказывании доля правда есть потому что я сама сидела на диете откинс когда мы находимся на высокой белковой диете то мы сохраняем мышцы сжигая жир то есть мышцы в случае сохраняются лучше чем при других диетах четвертый тезис сколько ты не высчитывай все равно у тебя потеря веса не будет в точности соответствовать математической формуле расчета калорий значит отсюда следует что теория калорий неверно 5 аргумент фон неверующих я ничего не ем и не худею значит теория калорийности не работает в этом излюбленном месте дорогие друзья я не могу не остановиться большинство людей даже не понимает сколько они едят на самом деле на эту тему снят очень много интересных фильмов документальных и я их все смотрел но может не все но большинство и вот вспоминаю я одну очень показательную историю одна женщина которая мечтала страстно похудеть по моему она была актриса это фильм английский был документальный и она всячески хотела похудеть искренне хотела похудеть и чтобы она не делала ничего не получалось врач сказал и записывайте все это начальная стадия нашей с вами работы а она была абсолютно уверена что ее организм особенный какой-то не такой именно на ней эта теория калорийности и не работает врач на первом этапе этого эксперимента дал ей тетрадь дал ей камеру и сказал что вы должны все снимать и все записывать каждую крошку которую вы едите прошла неделя женщина все записывала все снимала и потом дала отчет по отчету получилось у меня что-то 1300 килокалорий она говорит вот видите я же вам говорила второй раз это же самое примерно повторилось а на третий раз а по моему там установили видеокамеры по всему дому я сейчас точно не помню вот этих тонкостей но когда все это просмотрели оказалось что она ела в два раза больше то есть она не не доедала а гораздо переедал причем все это проходило как бы мимо ее сознанию то есть она не была умышленной лгуни есть еще одна ловушка одна ошибка худеющих которые считают что они толстеют от воздуха это когда люди съеденные за день пытаются записывать вечером по памяти то есть они воспроизводят в памяти что они ели и записывают и у них всегда получается по крайне низкая калорийность они не понимают ну как же так же почему то какое-то волшебство я толстею из воздуха но чаще всего люди это делают неосознанно и за это нельзя осуждать людей в этом месте я хочу остановиться и пару слов сказать об осуждении вообще нельзя людей осуждать вы знаете я в прошлой жизни людей осуждала за что мне теперь стыдно я была не права и мне казалось ну как же так они все делают неправильно но потом я сама раз за разом оказывалась в ситуации схожие ситуации тех людей и боже мой я вела себя точно так же вы понимаете нельзя осуждать человека до тех пор пока ты не оденешь его ботинки и не пройдешь весь его путь и с тех пор как мне это открылось но собственно открылась а меня жизнь носом ткнула в эту истину я перестала осуждать людей нам может что-то нравится не нравится но не нужно говорить вот я бы на их месте вот когда будешь на их месте тогда и скажешь и скажешь совсем другое вернемся к нашим обманщика в большей части люди себя не обманывают просто это уловки нашего мозга наш мозг старается всеми силами беречь вот всю нашу систему все наше тело то есть другими словами нашу жизнь это наш security то есть он охраняет нашу жизнь вот например когда у человека случается ужасное травмирующее событие сколько историй мы знаем когда мозг полностью блокирует эти воспоминания для того чтобы спасти человека потому что ситуация настолько травмирующая настолько ужасная что если человек вне остань он может сойти с ума не перенести вот это давление и мозг чтобы его спасти дает ему спасительную амнезию то есть он оберегает его от этих травмирующих воспоминаний человек временно пока он не найдет себе сила с этим справиться ничего не помнит это случай распространенный также и здесь мозг видя что вы пытаетесь похудеть морить себя голодом что такое голод для организма в переводе на организминский язык это означает смерть если человек не ест он умрет от голода и мозг всеми силами пытается сохранить жизнь нашего тела когда он видит откуда-то идущую угрозу и поэтому когда вы в конце дня пытаетесь по памяти честно честно все записать что вы ели и посчитать чтобы худеть мозг часть того что вас ели стирает из вашей памяти вы не помните этого это не злонамеренное действие потому что он не хочет чтобы вы сидели на такой низкой калорийности и умерли или по крайней мере попортили ваше здоровье нет но есть конечно часть людей врунишек они есть но половина людей точно это невольные жертвы нашего мозга шестой аргумент не верующих в калорийность существуют волшебные таблетки волшебные средства которые безо всякого труда и подсчета калорийности помогут нам похудеть и и сразу мне на память пришла малышева помните лет 15 назад я забыла как этот препарат назывался жиросжигатель что вы можете есть все что угодно была такая реклама а он не даст жиру усвоиться и все начали эти противные пилюли пить вот эти а потом не могли без подгузников на улицу выйти и потом эти от этих таблеток разумеется отказался народ но это как водится а помните ужасные тайские таблетки в которой народ поверил это была мечта нашего имели то есть ты лежишь на печи а таблетки все за тебя делают как щука но нет эти таблетки принесли столько вреда и были запрещены седьмой пункт неверующих это существуют волшебные суперфуды существует еда волшебная тоже безусловно волшебная с отрицательной калорийностью то есть чем больше ты ее ешь тем сильнее худеешь вот ведь какой уж тут подсчет калорий когда такое чудо существует дорогие друзья это вообще никакой критики не выдерживает потому что это просто смешно это детское такое понимание жизни потому что сколько бы вы не съели сельдерей например вы от него поправитесь если съедите 20 килограмм я вас уверяю восьмой аргумент фон неверующих калорий считать не нужно главное это спорт и физическая активность если я буду заниматься до седьмого пота в спортзале то я могу есть все что хочу и я буду от этого еще и худеть сразу к месту вспоминаю еще один документальный фильм но у меня в основном фильмы были bbc потому что они шли по кабельному каналу цикл фильмов документальных про оздоровление вот эти всевозможные эксперименты которые проводили британские ученые которые стали мемом у нас уже для эксперимента ученые выбрали большой спортзал известный и они стояли на выходе из этого спортзала и смотрели куда пойдут люди выходящие из этого зала после тренировки люди выходили по двое по трое и шли либо в близлежащие кафе либо рядом прям был такой знаете передвижной ларек хот-догов и они к нему сразу и шли и подкреплялись после тренировки к ним подходили опрашиватели и спрашивали их а вот то вы сейчас что тренировались они говорили о да да я сейчас час от тренировался так что с меня 7 потов сошло я и гири поднимала и все и я вообще выложился на все 100 а что вы сейчас едите хот-дог сладкую газировку и какую-то булочку и экспериментаторы их спрашивали как же это вы едите вы же поправитесь а те кто вышел спортзал отвечали да что вы вы с ума сошли я выложилась так я сожгла миллион калорий теперь я могу это съесть без потери каково же было удивление вот этих простых наивных людей когда им высчитывали калорийность вот эту съеденной еды ну там вы понимаете получалось полторы две тысячи калорий и когда им объясняли чтобы вот эту булочку которой они заедут они считали а так как закуска чтобы сжечь калорий от этой булочки им нужно час бегать на беговой дорожке они были в шоке то есть люди не по злому умыслу а по наивности предполагали что если ты занимаешься спортом каким-то активным там уж есть все что угодно и будешь еще и худеть от этого но не поправишься то точно да как же ты целый час или два там крутил педали как это может быть следующий аргумент не верящих в калорийность у меня поломанный метаболизм и считать калории все равно бесполезно потому что на мне это не работает сколько бы я не съела хоть 10 калорий все равно я не похудею потому что на мне это не работает я особенный зерно истины в этом конечно есть потому что в пожилом возрасте у людей уже слегка замедляется метаболизм после длительных очень голодных диет метаболизм слегка проседает но у меня перед глазами есть всегда мой пример и пример моих друзей с похудейского форума даже такие люди как я в возрасте с полностью убитым но по меркам общества метаболизмом когда начинала тренироваться ходьбой и садиться на диету раз прекрасно худела и собственно и похудела так поэтому я считаю ошибочной такую версию на самом деле дорогие друзья вот все эти аргументы которые я привела аргументы противников подсчета калорий они не верны на нашей планете на земле существует закон сохранения энергии энергия ниоткуда не появляется и никуда не исчезает еда это топливо это источник нашей энергии и даже само определение калорийности гласит калория это энергия необходимая для согревания одного грамма воды на один градус цельсия во всех серьезных исследованиях доказано что наличие дефицита калорий причем неважно каким образом этот дефицит создавался всегда происходит потеря веса не могу не вспомнить к месту очередной документальный фильм я смотрел очень интересный документальный фильм о людях в наше время которые мечтают прожить сто лет то есть они хотят быть бодрыми и долгожителями и я видела такую группу по моему тоже это было великобритании такая группа была причем люди были совершенно разные интеллигентные допустим кто-то актер кто-то ученые то есть интересные такие люди они пили огромное количество бадов вот просто гигантскую у них этих банок было батареи целая они свято верили в то что они всеми силами отодвигают старость там были всякие антиоксиданты все что поддерживает молодость кожи тела вот там там у них были все коллагена гиалуроновая кислота там все все было там и они руководствовались теорией которая на мышах была проверена что если мышь пытается меньше нормы калорийность меньше нормы то она проживет дольше там на две трети и они все вот в этой группе долгожителей будущих долгожителей питались на 1500 килокалорий они всегда мерзли то есть они были тепло одеты все и были катастрофически худыми и вот как они рассказывали об этом вот я помню мужчина рассказывал ученый он говорил что я был обычного телосложения весил 70 килограмм и когда я перешел на рацион долгожителей то есть вот на 1500 килокалорий и они ели такую правильную пищу них огромные тарелки с овощами там кусочек мяса и огромные тарелки вот овощей всевозможных свежих ну чтобы получать все витамины ничего не не вареная и он говорит что когда я только начинал был с весом 70 а потом когда перешел на 1500 килокалорий вес начал катастрофически падать он падал до определенной мерки то есть когда он стал весить по-моему 55 килограмм вот на 1500 вес остановился и они все были как на подбор худые такие с выпирающими костями и вечно мерзнущие поэтому это для меня хотя был фильм не о том послужило еще одним доказательством того что только теория калорийности и работы еще не могу не вспомнить исследование послевоенное но вы все на нем читали это исследование было направлено на то чтобы выяснить как лучше и быстрее восстанавливать узников концлагерей после войн и голода была взята группа мужчин причем они не работали в этом эксперименте не так как работали там в концлагерях нет они ничего не делали то есть не работали только прогуливались и питались на 1500 килокалорий то есть как в этом эксперименте один в один через полгода все они были я видела фотографии как скелеты как вот скелеты ходячие мужчины все были как скелеты и у них все мысли были только о еде то есть если раньше это были люди из разных социальных групп у них были какие-то интересы общие и они сами были интересными людьми то через полгода их мысли были только о еде они стали уставшие раздражительные ну вот весь этот комплекс но главное они были как скелеты как скелеты но потом их там на 10 тысяч калорий выводили смотрели какой калорийностью лучше кормить человека после таких испытаний чтобы он быстрее восстановился то есть это был эксперимент на другую тему но я оттуда вынесла именно вот это то есть теория калорийности работает всегда при любых условиях абсолютно при любых поэтому дорогие друзья учитесь считать калории записывайте за собой все что вы съели не откладывайте это на вечер потому что я вам писала коварные ловушки вашего мозга а я например иногда записываю даже вперед я вам уже рассказывал потому что моя каша она неизменная прям уже переписываю за дня в день заранее она у меня уже написано обед я записываю за собой а ужин я уже планирую и заранее его записываю понимаете уже заранее записан я еще не съела а он уже записан чтобы не ошибаться вот в этих подсчетах важных подсчетах судьбоносных подсчетах ну и конечно дорогие друзья очень важно следить и за составом еды потому что это напрямую влияет на наше здоровье если мы будем не получать белка наш организм посыпется клетки не будут строиться если мы не будем есть жир будет сухая кожа не будет выходить желчь будет камни в желчном пузыре поэтому баланс белков жиров углеводов конечно очень важно потому что качество нашей еды напрямую влияет на наше здоровье ну вот дорогие друзья сегодня с вами поговорила злободневной теме и эти высказывания я все чаще слышу но в наше время мне представляется это как-то странно в моем понимании люди отрицающие калорийность они стоят рядом с адептами плоской земли ну как то так наверное они дружат группами я так думаю должны дружить а в конце дорогие друзья как всегда моя любимая аффирмация с каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях пока считайте калории